Все засчиснились. Запись-то уже пошла. Всем привет! Всем привет, это канал Барандач ТВ. У нас сегодня в студии в гостях Сергей Палащенко, директор, правильно я понимаю? Индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель. АМ-сервис. АМ-сервис это автосервис, я правильно понимаю, полный цикл? Автосервис полного цикла по обслуживанию после гарантийного ремонта автомобиля всех марок, от эконом-класса до бизнес-класса автомобилей. Поэтому оборудование позволяет обслуживать все, что можно и нельзя. Вопрос такой. БМВ, я так понимаю, тоже можно, да? Да, БМВ, вообще немецкий автопром у нас, это, скажем так, наша небольшая фишка. Поэтому и по немецким автомобилям у нас мастера, моторист, очень грамотный непосредственно моторист, работал очень долго на дилере БМВ, проходил обучение повышения квалификации на заводе БМВ в Германии. Поэтому БМВ, Мерседерс, Ауди, Фольксваген, сделаем все, что необходимо. А вообще, можно перечистить ваше направление? Ну, основное направление, как говорится, главная фишка, это ремонт двигателей, капремонт двигателей. Потому что в нашем городе мы, наверное, одни из первых, кто из совсем мертвого двигателя может сделать новый рабочий двигатель. Насколько я знаю, у вас есть какие-то договоренности с другими городами? Да, у нас мы работаем с несколькими партнерами. Это у нас, кто нас снабжает комплектующими. Это наш с новоборским магазин Автолемент. Также у нас подписано партнерское соглашение с компанией Мотор Технологии в Питере. Также у нас есть, скажем так, нормальные отношения с московской компанией, как называется, Механик. Тоже это такие очень сильные компании, которые работают с нами не просто как с партнерами, а даже как с друзьями. Для нас другие совсем цены, расценки и, соответственно, и сроки выполнения работы для нас тоже. Ну, скажем так, за то время, сколько работы еще не подводили, не... Ни разу. В общем, а еще какие у нас есть... Еще направление у нас это ремонт АКПП, МКП. Тоже скажу так, что мы непосредственно здесь, в городе, их не делаем. Мы демонтируем, снимаем, отвозим в Питер. И в Питере уже ремонтируем, потому что на ремонт коробок, автоматов, вариаторов нужно оборудование... Специализированное оборудование. Очень специализированное. Музконаправленное, да, которое занимает очень много места, стоит очень-очень много денег. Поэтому у нас в городе, могу сказать, что никто этим не занимается и нет таких денег. Я так понимаю, вы даже где-то, получается, что-то оптимизировали, да, то есть, приезжает человек, вы производите демонтаж. Соответственно, приезжает определенная машина транспортная, да, то есть, вывозит эту коробку передачи. И делают уже специалисты узконаправленные, каждый по своей тематике, по марке автомобиля, японский, там, скажем так, немецкий. То есть, отлично. То есть, это позволяет и удешевить, потому что у вас, во-первых, машина не простаивает, да, то есть, соответственно, вы берете только за то, что умеете быстренько демонтировать, демонтировать, и у вас есть определенные настроенные связи. Отлично. Так, что еще у нас есть интересного? Потому что по ремонту подвесок, также мы и ремонтируем и пневму, и гидравлическую подвеску, поэтому для этого, скажем так, такого глобального оборудования не нужно. Больше здесь уже современная техника, нет, это компьютеры, тоже узконаправленные программы, которые калибруют машины, калибруют подвески, скажем так, приводят мозги автомобиля в порядок, дабы адаптировать ее к работе уже непосредственно на дороге. Вопрос такой сразу же, да? Какая-то грузоподъемность, какие-то габариты автомобилей максимально, то есть, какие вы автомобили принимаете, может быть, там грузовички какие-то? Делаем, делаем все, кроме микроавтобусов, микроавтобусы, грузоподъемность, ну, как правило, там до четырех с половиной тонн. То есть, вам может зайдать машину и вы можете посмотреть подвеску до четырех с половиной тонн? Есть у нас, ну, практически все. Единственное, чем мы не занимаемся, это кузовные работы и малярные. Я не слышал, что по сварочной, это вы все равно работаете? Сварочной, нет, сварочной, это уже чуть-чуть другое. Это заварить пороги, там, допустим, сварить, заварить, там, воплотную систему, как бы это уже чуть-чуть другое направление. Что-то кузовного все равно делаете, да, вот так вот? Ну, это мелкие кузовные, значит, да? Да, более такой мелкие, но клиентов на такую работу стараемся не брать, потому что, ну, я считаю так, то, что каждый должен заниматься своим делом. Для этого есть маляры, есть кузовщики, которые этим занимаются, которые это знают. То есть у вас больше? Да, больше по технической части, ремонт подвески, ремонт трансмиссии, ремонт двигателей, арматурные работы, сварочная работа, арматурная работа, это, там, разборка, ну, допустим, там, замена бамперов, замена фар, внутренняя часть салона, там, крыльев, там, ну, вот. Можно, значит, вопросик, вот, если человек захочет эксклюзивчик, я вот слышал, что у вас, когда вы делали какие-то эксклюзивные штуки, тюнинг какой-то такой, ну, крутой, что это вообще? Ну, конечно, из эксклюзивного мы делали, восстанавливали Mercedes, цель 500-й, сейчас мы делаем в Москве с 401-й, его восстанавливаем полностью под оригинал. А зачем, просто интересно, за кого это и так можно? Ну, это для себя, чисто, свое такое, ну, скажем так, когда есть время позволять, то, ну, еще так, есть у нас на будущее, там, пару проектов, которые хотим сделать, основное, это хотим сделать баги. А где-то в чем-то участвуете, может, какие-то гонки или еще что-то? Нет, это мы ничего не участвуем. Было что-то? Ну, было только в мотогонках, я непосредственно участвовал. А какие еще есть увлечения, я так знаю, еще такие, с военной тематикой есть увлечения? Ну, военной увлечения, у меня непосредственно? Да, конечно. А, ну, я непосредственно с военной тематикой страйкбол, пинбол, как бы, все у нас, большинство моих знакомых, это в основном все бывшие военные, либо еще действующие, там, сотрудники спецподразделения, я, потому что сам тоже являюсь уже, ну, как, можно сказать, ветераном спецподразделения родине больше пяти лет отдала, поэтому свободное время от работы занимаемся этим. Но сейчас у меня самое главное мое занятие, хобби и все остальное, это у меня родилась дочка, поэтому я сейчас все свое свободное время отдаю ей и супруге. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Вопросик, как найти-то вас? Находимся мы на территории бывшего рыбзавода, это улица Мира. Вот. Ну, насколько я знаю, там красивое такое... Ну, у нас... Оформлено как-то, да? Да, непосредственно здание оформлено красиво в течение, наверное, месяца полутора или двух месяцев летом нарисовали, оформлено. Правда, там сделали пока одну стену в планах там на всей территории разместить, другие тоже граффити нарисовать. И одной из главных граффити еще хотим сделать два близких наших друга, товарища, это Игорь Огородников и Алексей Тарасов. Они у нас занимаются мотокроссом, могу сказать, довольно-таки успешно. Живот хотим им... Банжоп повесить. В это, скажем так, в уважении к ним нарисовать их не изображение, как бы. А так, в принципе, территория большая, территория охраняемая, у нас все под видеокамерами. На территории там нормальные у нас сторожи, между четвероногие, да. Это, кстати, очень важная информация, потому что, действительно, просто есть ремонты, да, то есть, скажем так, разные в городе. И, действительно, оставить машину на ночь, многие люди переживают, тем более в разобранном состоянии, что будет дальше, да, то, что охраняемая территория и под виде наблюдения, это отличное, кстати, заявление. Вопросик еще, ладно, мы нашли, где территориально, в интернете, где у вас что есть? Интернет у нас, это мы есть в группе, ВКонтакте, есть в Одноклассниках, в Фейсбуке, сделан у нас сайт в интернете. АМ-сервис набираешь, со сноубор, автосервис его и есть, правильно? Да, автосервис, со сноубор, в принципе, можно даже набрать просто автосервис, со сноубор в гугле, в яндексе и в первых позициях вы нас увидите. Отлично. А так, основной, скажем так, основной, как это правильно назвать, основной мой упор делается на то, чтобы человек приехал, у него случилась поломка, человек приехал, отдал машину, не переживая ни за что, чтобы он никуда, ему не надо было ни бегать по магазинам, ни искать запчасти, ни менять. Человек приехал, машину сломанную отдал, получил отремонтированную. Сначала, как я понимаю, идет обследование автомобиля, если что-то требует длительного времени заказать, вообще какие поставки? Ну, запчасти у нас в среднем идут, ну, как правило, на следующий день, ну, все зависит от степени ремонта, какой ремонт предполагается. Если, допустим, капремон двигателя мы делаем, где-то у нас времени на все вообще занимает, это около 2-3 недели, около 2-3 недель. Это вместе с поставкой запчастей, разборкой двигателя, сборкой двигателя, шлифовки, проточки, мойки, все это. Это мой сразу вопрос по поводу охраняемой, скажем так, стоянки автомобиля, мы уже услышали, да? Такой вопрос просто, человек же остается без машины, у вас вы еще пока такое не практиковали, подмены автомобиля? Подмены в соль? Не, ну, это можно будет, но это... Потянут ли по финансам? Ну, кто по финансам? Люди, люди. А, люди, не, но, не, это можно делать, это можно делать, я считаю, даже это нужно делать, но сейчас просто мы открылись только, получается, недавно именно с Сосновым Баром работаем, поэтому чуть-чуть еще масштабнее тебя. В планах у нас, конечно, в будущем, да, построить нормальную станцию в городе, в принципе, это в наше время не так много требует денег, просто это больше бумажных, больше бумажных лакитов для оформления. То есть, хорошо, что есть еще у вас эти, да, долго идущие планы? Нет, планы-то на развитие, конечно, есть, это построить станцию хотя бы на 3-4 бокса, чтобы была нормальная приемка, комната ожидания, красивые чистые боксы, чтобы все было, как говорится, по-фаншу. У вас и так, это, ну, неплохо, на самом деле, я вот заезжал, я просто, ну, во-первых, можно где-то ближе, да, к народу, может быть, у вас несколько будет очень правильно, я так понимаю? Ну, вообще, в планах мы хотим сделать так, то, что одна будет, если мы, дай бог, конечно, мы построим станцию, у нас будет одна станция для прохождения ТО, мелких ремонтов, а для непосредственно капитальных ремонтов двигателей, для их разборки, там, то, что где мы сейчас находимся, в принципе, мы, наверное, там и останемся, вот, там уже, ну, тем более уже место отработанное, места достаточно, на все хватает. Вопрос такой, вот, для постоянных клиентов, скидки, акции, шнур проводится, да, для постоянных клиентов, во-первых, у нас на приобретение запчастей, у нашего партнера, автоэлемент, магазин, там, скидка до 15%, тоже, тут все зависимости, вот, какая запчасть, сколько стоит, тут, цену лавируется. То есть, что-то, что-то вы делаете, правильно? Да, и, соответственно, тоже у нас. Может, какие-то бесплатные вещи, например, там, может быть, смешно, масло, там, скидка до 15%. Бесплатные вещи у нас, что у нас, у нас бесплатная диагностика автомобиля. То есть, это ваша бодричная счета. Допустим, взять, если по городу, в среднем по городу, у нас берут за диагностику автомобиля, это поднять на подъемнике, продиагностировать, проверить, а жидкостя, подвеска, компьютерную диагностику, это у нас в городе берут от 600 рублей, в каких-то сервисах до полутора тысяч рублей, у нас же в городе. Мы считаем это нецелесообразным, потому что, если человек приехал с проблемой, и зачем его еще больше грузить проблем еще деньгами, как бы, потому что... На самом деле, клиентоориентированная компания. Ну, хотя у нас, могу сказать, уже по опыту работы у нас все-таки очень своеобразный тоже народ, люди с основным оружием, кто-то наоборот, кого-то это, может быть, даже пугает, что вот, ну, бесплатно, там, ничего не бывает. Ну, вот... Что-то бывает, все. Что-то бывает. Так, вот по вопросам гарантии, вот есть какая-то гарантия у нас? Да, по гарантиям, допустим, гарантия на ремонт двигателя, на капремонт двигателя, даем год гарантию на работу, гарантия на ремонт ГБЦ, это головки блока цилиндров, год тоже. И, соответственно, все остальные работы, месяц, гарантия. При один момент, что, когда мы делаем капремонт, ремонтируем головки блока цилиндров, то тут гарантия сохраняется только если при, естественно, правильном обслуживании в дальнейшем автомобиле, своевременной заменой масла, которая... Ну, то есть, если какой-то маленький косячок вылезает, все равно что-то подправляет. Но если человек, ну, тут... Не, конечно, если там... Не в Дерби участвовал, наверное, на муже... Ну, да, если... Не, ну, все мы люди, все мы понимаем. Если там что-то, если лопнул шланг, да, там, или, там, я не знаю, слетел хомут, но это машина, как бы, все бывает, то он приедет, мы без проблем. А если у него, там, он, я не знаю, там, лил вместо синтетики полусинтетику и менял масло раз в 40 тысяч, и приезжает к нам и говорит, что мы делали капремонт, естественно, мы это исправлять не будем бесплатно, потому что это уже, ну, как... Несоблюдение... Несоблюдение, да, условия гарантии, которые... Ну что, тогда можно еще раз отсвучить номер телефона, да? Номер телефона 8-950-006-8039, звоните, работаем без выходных, работаем для клиентов, так что... Качественно. Качественно. Спать не ложимся. Качественно, добросовестно. Спать любим, но недолго. Всем, всем, всего доброго. Всего, до свидания. Счастливо.